Вау! Друзья мои, я в Ташкенте и заселился, господи, зачем, в Гранд Шош отель. Никогда этого не делайте. Никогда. И так, как всегда, вы знаете, я не тяну и говорю только минусы и плюсы. К сожалению, именно в этом отеле минусов больше. Сразу хочу сказать, что у отеля нет звезд. И вот отель расположен не на проезжей какой-то части, а во дворах. Поэтому начнем с минусов. Первый минус, ребята, отсутствие сервиса. Но хочу в оправдание сказать, что здесь даже в элитном ресторане вам могут сказать, «Эй, брат, и ты чё?» Ну, то есть официант так вот. И сначала немножко не понимаешь, почему так. Да, просто привыкните к этому. Здесь, как пример, захожу, очень все так темно, уныло. Ребята без каких-то там бейджев, как будто зашли и подметали здесь. Или, извините, непонятно на кого похожи. Я говорю, скажите, насколько здесь безопасно? Вот где-то во дворах тут расположены. Как ходить? Первое, что он мне говорит, ты на себя-то посмотри, вот так вот прям. Ты-то сам как выглядишь, прям на «ты». Я еще раз говорю, сначала это так, офигеваешь от этого. Потом понимаешь, что это везде. То есть вчера доставку делали там, «Эй, чё надо?» Вот, вот так. Возможно, они это не воспринимают как грубость. Для них это норма общения. Но для человека, который посмотрел что-то, уже прокатился, конечно, это диковато. Следующий минус. Номера убиты. Правда, мы снимали апартаменты. Нам апартамент на 8 человек, кажется, всего там было 10-11 мест. На 2,5 дня вышли 495 долларов. То есть, ну да, наверное, это дешево. Но апартаменты убиты. Я вам сейчас покажу коммуникации, вырванные розетки. Просто коммуникации, которые, как в Таиланде, лохмотьями висят везде. Ротор, который можно просто ударить, и он сломается, потому что он прям под дверью. Розетки вообще не с той стороны, где кровать, а одни минусы. А раз уж заговорил о Wi-Fi. Ну, возможно, Wi-Fi внизу на рецепшене работает. Но наверху на четвертом этаже он там, где хочет, там и работает. Просто, да. Он может постоянно вылетать. Это все сделано не централизованно. Но еще раз, у отеля нет никаких звезд. Качество завтрака. Я вам, конечно, сейчас покажу кадры. Ну, в общем, чтобы вы понимали. Просто мухи летают, и мухи сидят на завтраке. Спросите, кушал ли я? Да, я покушал, чтобы вам потом рассказать, как мне стало после этого. Еще про завтрак. Значит, он с 7 до 10. И кто-то из моих гостей, друзей, он пришел где-то без 15. И когда пришел, ему сказали, а что вы так пришли? Уже все кончилось. Тебя еда. Я бы не сказал, что отель заселен на полную катушку. Ну что ж, давайте попробуем попутешествовать. Я вам порассказываю. Итак, это двор. Видите, вот прямо это рецепшн. А слева это вход в бассейн. Бассейн на самом деле очень огромный, но в это время, в ноябре, он не работает. Мы туда обязательно сходим и постараемся посмотреть, как с окна на него, так и потом зайдем туда. Это рецепшн. И спрашиваешь, а можно водичку купить? Ну, нам на следующей неделе обещали завести. Примерно так. Еще раз, друзья мои, никто вам не грубит, но общение, когда тебе говорят, а ты на себя вообще посмотри. При этом, ну, я, скажем так, не ругался. Плохо ничего не говорил. Да. Интересные ребята. Сразу хочу вам сказать. Возможно, нет понимания. Вот, чтобы я не врал, да, вы видите, что это Grand Chorch Hotel. Что-то это, видимо, значит, я, честно говоря, не знаю. Итак, смотрим здесь. Тут все стандартное. Рецепшн, флажки от дружственных стран, я так понимаю. Вот, кстати, деньги, суммы, не пугайтесь. То есть, вы можете посидеть там на 400 тысяч, на 500 тысяч. Это не значит, что это там миллионы-миллионы. Нет, на самом деле сумм, ну, у него там огромная разница с рублем, поэтому мы даже сидели что-то там на 3 миллиона 600 тысяч, и это выходило всего лишь там какие-то, не помню, там, 12-15 тысяч. Вот, ну, вот смотрите, здесь я рассказывал. Это вот, смотрите, это коммуникации. Коммуникации выглядят именно так. То есть, раз, видите, какая веселуха. Два, то есть, представьте, если вы с детьми, вот выбегает ребенок, вот дергает за это. Хорошо, если нет, не знаю, там, напряжение 220. Дай бог, что это все-таки Wi-Fi еще. Вот она ниже, ниже этажом вроде бы все нормально. А здесь именно так. Давайте зайдем вот в одни апартаменты. Одни, кстати, более или менее были апартаменты, а другие прям, скажем так, убитые. Вот, посмотрите, так они выглядят. Я почему провел камерой там, потому что восседал наш товарищ. Да, такой вот туалет, деревянные двери, все так, я бы сказал, по-простецки. Кстати, хочу сказать, мне есть подозрение, что там есть тараканы. Что-то, что-то меня на это натолкнуло. Я не видел трупиков или живых тараканов. Ну, вот, что-то, что-то, где-то я что-то заподозревал. Ну, вот, кстати, вот другие апартаменты. Вот ободранные какие-то такие вещи. Такой же туалет, похоже, да? Раз, и вот видите, ой, кажется, это и есть. Ну, вы подумаете, что это какой-то другой, но это, мне кажется, именно тараканчик. Ладно, дай бог, чтобы их не было. Проходите с кухни и смотрите, вот такая комната одна. Ну, тут понятно. Бартак, это совершенно не касается отеля. Вот, кстати, видите, она находится прямо возле базы Пахтакора, как я понимаю. Раньше здесь была какая-то база, или она сейчас есть. И, возможно, вообще этот отель только для родителей, которые привезли там пацанов на сбор или на какие-то игры. Да, такое может быть. Кстати, в одеяло нам несли, я не знаю, полдня. И вот здесь у меня товарищ, который возлежал, он говорит, у меня грязные простаны были. Прямо мы пошли, пожаловались, они нам поменяли. Вот тут тоже туалетик простой, везде, как говорится, два набора. Ну, это вот, кстати, розетки. Посмотрите, это не я придумал, это не я их отломал. Мы приехали, они были такие, причем розетки на другой стороне. Почему-то, видимо, с другой стороны раньше стояли кровати. И такая же вот, на моей кровати, кстати. Вот такая же штучка. То есть здесь нет ничего, просто выломано. Да? Я, чтобы подключиться там. Кстати, вот Wi-Fi. То есть он сделан так, что по нему всегда бьет дверь. Возможно, от этого он отключается, отрубается, но никому до этого дела нет. Нет, сразу хочу сказать, что машинкой мы не пользовались ни в той, ни в другой комнате. Телевизор мы тоже не включаем. Мы его не включаем и в России. Холодильник работал, мы там что-то хранили даже, приносили. С ресторана у нас оставалось. Кстати, мы духовку не могли включить. Позвонили, пришел там через какое-то долгое время дяденька и нам все включил. Вот еще раз, это уже из другой. Мы смотрим базу Пахтакора. Ну, небольшой бардак, когда мужики живут вот так. А вот и завтраки. Посмотрите, чтобы я не был голословный. Да, мухи там были. Ну и бардачок. То есть здесь ходит работница. Я бы не сказал, что за этим что-то как-то где-то ухаживает. Честно говоря, эстетики не было никакой. Ну вот здесь достаточно прилично. Там, где кофемашина, бутерброды. Бутерброды. Ты можешь себе сделать, покушай. Здесь тоже более или менее терпимо. Еще раз, не все так плохо. Не все. Возможно, меня вот, когда первый раз увидел апартаменты, не очень понравились. Это коридор третьего этажа на этаж ниже четвертого. Как вы понимаете, минус один. И по нему можно вот так вот пройти. В номерах я не был. Поэтому по номерам третьего этажа я ничего не скажу вам. Врать не буду. Вот мы сейчас спускаемся, чтобы вы посмотрели. Кстати, вот здесь проводов нет. Возможно, четвертый этаж, который мы сняли, он там непопулярный. Ну, непопулярный или там в таком он виде, в каком он есть. Ну, тогда, ну, не сдавайте его. Честно говоря, вот там вот завтраки как раз были. А вот здесь рецепшн. И я уезжаю отсюда, чтобы, честно говоря, не очень бы хотелось возвращаться здесь. А, кстати, давайте зайдем еще вот сюда. Вот, помните, слева от входа был вход в бассейн. Здесь, видимо, дяденька сидит, деньги за бассейн берет. Здесь все купаются. Да, вот так проходишь. Здесь, так понимаю, терраса. Возможно, здесь кафешка какая-то. Непонятно. В ноябре это все не функционировало. Было все пусто. Открыто заходи, смотри. И вот там вот, видите, проход на бассейн. Здесь, судя по всему, какая-то мангальная зона. Возможно, вот именно здесь, ну, не знаю, шашлыки жарят. В принципе, уютно, хорошо. Если бы нам здесь предложили, возможно, мы бы здесь даже и потусили. Вот там вот, видите, немножко я смотрю, там вот где-то бассейн есть. Ну, давайте выходим отсюда. Достаточно большой такой, да, двор. Постоянно какие-то персонажи здесь вот. Постоянно. И вот они вот такие вот все. Давайте плюсы. Плюсы этого отеля, ну, лично для нас. Только то, что ты можешь большой компанией сесть в апартаментах, в большой кухне и посидеть, и пообщаться. Вот и все. Больше плюсов нет. Ну, наверное, из плюсов еще цена. А вообще, не обращайте внимания на сервис. Его нет не только не в звездочных отелях. Его нет нигде. Даже в крутых ресторанах. Вернее, того сервиса, который вы привыкли видеть. Это добродушные очень люди. Страна добродушная, сразу хочу сказать. Нам помогали, когда мы заблудились ночью. Просто полиция объясняла, куда идти и так далее. Охранники грозные на каком-то клубе. Грозные охранники. Просто-напросто помогли, рассказали и так далее. Поэтому, когда вы слышите, эй, братан, ты чего вот так? Это форма общения. Как в Казахстане, знаете. Я уезжаю из этого отеля. Но, честно говоря, я вам его не рекомендую. Если вы были в этом отеле, и вам было комфортно, возможно, на других этажах, напишите и подпишитесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова